Издательство «Эксмо» представляет. Дарья Донцова. Край непуганных Буратино. Читает Любовь Конева. Глава первая. «Красота спасёт весь мир, но погубит ваш кошелёк». Я быстро захлопнула iPad. В жизни многих женщин наступает момент, когда она начинает внимательно изучать своё изображение в зеркале. Когда это случается впервые, лет эдак в шесть. И, как правило, не нравится прическа. Лично я в этом возрасте схватила здоровенные ножницы, которыми Раиса подстригала во дворе кусты, и отрезала себе чёлку. Когда тётка, которая воспитывала маленькую вилку, пришла домой и увидела красоту, из неё выпала фраза, которая навсегда осталась в моей памяти. «Господи, что за экибаба на твоей башке? Волосы как дом после шмона». Прошло много лет, теперь я знаю, что такое экибана. Это японская традиция компоновки срезанных цветов в специальных сосудах. Раиса пребывала в уверенности, что это искусство в стране восходящего солнца именуется «экибаба». А я считала, класса до восьмого, что эта самая «экибаба» означает беспорядок, возникающий в квартире после обыска. К нашим соседям по подъезду частенько приезжали люди в форме, вываливали на пол содержимое шкафов и уходили, ничего не вернув на место. После первого эксперимента с прической недовольство своей внешностью становится хроническим. Оно остается с девушками навсегда. Вам встречалась женщина, которая искренне считает себя красавицей? Не говорит всем вслух «я прекрасна», а на самом деле так думает. Мне так нет. Большинство моих знакомых постоянно худеют, наращивают волосы, превращают свои брови в подобие кошачьих хвостов, становятся обладательницами ресниц опахал, губ пельменей. Про увеличение бюста я вообще молчу. Я тоже не избежала болезни под названием «хочу стать красивой», и поэтому сейчас стою на ресепшн косметологической клинике, читаю преискурант и тихо офигеваю. Простите за нелитературное словцо, но глагол «удивляться» не имеет той эмоциональной окраски, которая присуще слову «офигевать». Клиентам предлагается двойная подтяжка кожи. А что, одноразовой недостаточно? Обертывание липолитиками. Если бы знать, кто они такие? Плазмолифтинг, чеклифтинг, ринопластика носа, пластика бровей, скул, подбородка, живота, голеней, армирование рук, жидкие мезонити, лазерный карбоновый пилинг, удаление комков биша. Я выдохнула. Ну и ну! У нас работают лучшие специалисты Европы и мира, улыбнулась роскошная блондинка на ресепшене. Если вы собираетесь подтягивать брыли, то с этим только к профессору Вильбертшанскому. Я опять уставилась в приз-курант. Что такое брыли? Они у меня есть? До сих пор я не слышала об этой части тела. Хотя меня никак нельзя назвать профессором анатомических наук. По этому предмету я владею лишь поверхностными знаниями. У меня есть руки, ноги, голова, спина, живот, попа. Всё! Ещё шея! Где брыли-то? Похоже, этот вопрос я произнесла вслух, потому что администратор ответила. Ну, они на лице. Я повернулась к зеркалу. «Видели собаку породы мастина неаполитана?» Вдруг спросила местная Василиса Прекрасная. «Нет», — призналась я. «Но, судя по названию, она итальянка и, скорее всего, очень симпатичная». «Будет время, посмотрите снимки в интернете», — защебетала администратор. «Увидите классические брыли прямо как у вас. Но вы не переживайте, наш хирург сделает вам щёчки-яблочки». «Спасибо, непременно подумаю на эту тему», — пробормотала я. «Вообще-то я хотела брови и ресницы». «Нарастить? Сделать татуаж?» — оживилась собеседница. «Покрасить?» — уточнила я. «И всё?» — разочарованно протянула блондинка. А когда я кивнула, она отрезала. «Эти услуги являются подарочными. Их оказывают бесплатно тем, кто делает двойной голливудский лифтинг. Между прочим, окрашивание уже не модно. Нынче даже пенсионерки о нём забыли. Все делают татуаж и наращивание. Брыли подтягивают. А вам ещё непременно надо удалить комки Биша. Тогда лицо приобретёт чёткий овал». У меня зазвонил телефон. Я вынула трубку и увидела, что меня разыскивает Мини. На самом деле, сестру Ивана Николаевича Зарецкого, владельца издательской группы «Элефант», выпускающей книги, которые я пишу под псевдонимом Арина Виолова, зовут Елена Николаевна. Но дома её кличут «Мини-маус» за любовь к коротким широким юбкам. Лена экстравагантно одевается. Она может себе позволить носить что угодно. Мини занимается фитнесом, легко садится на шпагат. Со спины младшую сестру Ивана можно принять за восьмиклассницу. Тот, кто идёт за Еленой Николаевной по улице, не удивится школьнице в оранжевом мини-платье, зелёных колготках, белых туфлях на десятисантиметровой платформе. И воронье гнездо из разноцветных прядей на её голове не поразит прохожего. Подростки они такие. Но человеку, идущему навстречу Лене, не стоит есть на ходу булочку или мороженое, потому что, бросив взгляд на Мини, он может поперхнуться от удивления, поняв, что ей давно не двадцать. Андрей, муж Лены, обожает жену. Считает её красавицей. Брак у Калининых много лет. У них двое детей. Дочь Светлана и сын Никита. Света уже окончила институт и работает. Кит учится в школе. У Андрея есть старший брат Кирилл. С ним я познакомилась несколько лет назад, когда он перебрался в Москву. Кирилл тоже врач. После получения диплома он некоторое время работал в столице, а потом решил побывать в долине гейзеров и в отпуск улетел на Камчатку. Там он познакомился с китайцем-травником и был поражён, что тот способен вылечить тяжёлого больного с помощью разных растений. Кирилл уволился, обосновался далеко от столицы и стал учиться у местных гомеопатов. Не один год он работал на Камчатке, потом решил вернуться домой. Андрюша тогда уже поднял большой бизнес, стал владельцем сети больниц, разбогател. Думаю, младший брат помог старшему открыть в столице клинику, в которой лечит травами, иглоукалыванием, пиявками, нагретыми камнями, мёдом, баней, музыкой. К чести Кирилла на стартовой странице сайта его центра висит объявление «Мы не лечим онкологические заболевания. Гомеопатия не заменит скальпель хирурга. Брат Андрея не хочет обманывать людей». Один раз я спросила у Мини. «Почему Кирилл не женат? Он симпатичный, хорошо воспитан, обеспечен». Подруга пожала плечами. Понятия не имею. Когда мы с Андрюшкой познакомились, Кирюха уже уехал в дальний угол географической карты. Жених мне о брате не рассказывал. То, что он не один ребёнок в семье, я узнала в день бракосочетания, когда приехала в ЗАГС. Туда же прикатили родители Андрея. Тётя Лида вышла из машины, увидела меня в белом платье и заплакала. Андрюшек женится, а Кирюши нет на свадьбе. «Нет моего мальчика». Василий Петрович схватил супругу в охапку и увёл в туалет. Я спросила у Дюши, «Кто такой Кирилл?» «Мой старший брат», — объяснил он. «Папа на него очень обижен. Он хотел, чтобы мы, его сыновья, стали врачами. Мы послушно окончили мединститут. Я пошёл по карьерной лестнице. Ординатура, ассистент, врач, завотделением». Кирюха же вскоре увлёкся гомеопатией. Папа ему в резкой форме высказал своё недовольство. Заявил, «Такой науки нет». Кира стал спорить, доказывать, что капли и шарики просто панацея. Ну и разразился скандал, разрыв отношений. Брат покинул Москву, оборвал все контакты с семьёй. Никто не знает, где он живёт. Вроде на Дальнем Востоке. Ты не заговаривай с родителями на эту тему. Отец делает вид, что ему всё равно, а сам переживает. Мама тоже изображает, что забыла о своём первенце, но понятно, что она о нём помнит. Не вороши, муравейник, не береди рану. Глава вторая. Мини экстравагантна только в одежде. Она умна и тактична, поэтому никогда не пыталась говорить на опасную тему с родителями мужа. Да и с супругом они о Кирилле не беседовали. Возвращение блудного сына в столицу стало огромным сюрпризом и для Андрея, и для его жены. Так получилось, что в тот вечер я была у них в гостях. Вдруг раздался звонок в дверь, потом голос домработницы Кати. «Андрей Васильевич, к вам гость!» Хозяин вышел. Мы с Леной и Светланой сначала спокойно ждали его. Потом я не выдержала и крикнула. «Ау! Мы играем в монополию или нет? Собралась купить больницу!» Через секунду в гостиную вошли Андрей и стройный мужчина в дорогом костюме. «Знакомьтесь, это мой старший брат Кирилл», представил спутника хозяин дома. Он вернулся в Москву. Я изумилась, но поняла, что Калининым сейчас не до гостей и живо ушла. Кирилл теперь живет в одном доме с братом и его женой. Часто ужинает у них. «Вилка, ты меня слышишь?» спросила телефонная трубка. «Конечно», ответила я. «Привет, Мини! Как дела?» Выпалила подруга. Я чуть не выронила мобильный. Есть люди, для которых ненормативная лексика — обычный способ общения. Другого они не знают. Иностранцы, которые учат русский, часто говорят, что этот язык им непонятен. «Сухое вино», «убить насмерть», «руки не доходят посмотреть». Да, нет. Все эти выражения трудно объяснить нероссиянину. Мини все детство провела в походах по театрам, музеям и никогда не употребляет крепких выражений. Я всегда думала, что она их не знает. И вдруг такой ответ на мой невинный вопрос. «Можешь к нам приехать?» нервно спросила Лена. И это было еще большим потрясением. в inferиале «в 자연"? с и с